Людмила Степановна просит не показывать её лица, говорит, боится насмешек людей. Пенсионерка до сих пор не понимает, как в свои 82 года могла попасться на удочку мошенников. По телефону мужчина, который назвался соседом, просил заплатить за него 50 тысяч рублей. Якобы по его вине серьёзно пострадал человек. Подключившийся к беседе второй мужчина назвался следователем. Узнав, что у женщины нет таких денег, внезапно согласился и на меньшее. У меня дочь-то подбежала, труппу-то отобрала и кричит, вы хоть представьте, кто вы такой. Он говорит, я старший следователь Никитин Сергей Николаевич. Вот вроде парень-то хороший, мне тоже его жалко, я вот тоже решил помочь. Ну уж давайте вместе поможем. Казалось, Людмилу Степановну ничто и никто не мог остановить. Даже собственная дочь, которая находилась дома и пыталась вступить в диалог с аферистами и собственной мамой. Пенсионерка всё же передала злоумышленникам все свои сбережения – 20 тысяч рублей. В отделе МВД Первоуральска замечают – это первый случай, когда звонивший просит помочь соседу. Ваш сын, родственник, попал в ДТП либо в полицию. То есть нужны деньги, как правило, озвучивают сумму 100 тысяч рублей, но недолго раздумывая они соглашаются на более меньшую сумму, начиная от 10 тысяч. Вторая схема более изощрённая. Злоумышленник представляется сотрудником финансовой организации. Сообщает, что неизвестные пытаются снять с банковской карты клиента деньги. Для отмены операции просят сообщить её номер и секретные пароли. И в итоге обнуляют счета людей. Сообщения о подобных случаях практически ежедневно поступают в полицию. Правоохранители просят горожан быть бдительными. Советуют сразу прекратить разговор, а после перезвонить своим родным. Продолжение следует...